Здравствуйте. Сегодня нам предстоит погрузиться в атмосферу совершенно замечательного концерта, записанного из Большого Зала Консерватории в 1983 году. И мне особенно приятно говорить именно об этих двух блистательных музыкантах Владимира Спивакове и Юрия Башмете, поскольку мы одного поколения, я очень хорошо помню их студенческие годы, мы встречались в коридорах консерватории, а годы эти были безусловной кульминацией московской скрипичной школы. Ну, как любая кульминация, она предполагает некоторую волну подъема, и действительно такая волна началась очень давно, еще в 30-е годы, когда знаменитый французский скребач Жак Тибо приехал в Москву, он изрек с восхищением. Москва – это город скрипачей. Объясняется это тем, что 20-е годы – это годы триумвирата трех великих профессоров московской консерватории. Это Абрам Емпольский, Лев Цейтлин и Константин Мострас. И вот именно их ученики, они, собственно, и представили Москву в том удивившем Тибо, свете музыки. И действительно, если перечислять учеников, то достаточно назвать имена некоторых воспитанников Абрама Ильича Емпольского. Это Леонид Коган, Елизавета Гиллиц, Михаил Фиктынгольц, Юлиан Ситковецкий, Игорь Безродный, Эдуард Грач, Марк Луботский, Юрий Инкелевич. А в годы студенчества Спивакова и Башмета кульминация была представлена четырьмя великими кафедрами скрипки московской консерватории. Я очень хорошо помню, как мы застывали в коридорах консерватории, когда видели четырех беседующих мужчин. Эти мужчины были Дэвид Федорович Ойстрах, Леонид Борисович Коган, Дмитрий Михайлович Цыганов и Юрий Исаевич Инкелевич. Эти великие кафедры, собственно, и подарили миру ту плеяду музыкантов, с большой буквы музыкантов, а не просто виртуозов и скрипачей, которые сегодня представляют уже славу нынешней московской консерватории. Те годы, которые как раз я сейчас вспоминаю, они были, конечно, украшены победами, на международных конкурсах. Тот же Владимир Спиваков, это конкурсы в Монреале, это конкурс Чайковского. Тот же Виктор Третьяков, это опять же конкурс Чайковского. Это действительно была замечательная возможность показать себя миру. Ну и вот учеником Юрия Исаевича Инкелевича как раз и был Владимир Спиваков. И это была действительно звездная кафедра. Помимо него, там в то же время занимались у Юрия Исаевича Виктор Третьяков, Татьяна Гринденко, Ирина Бачкова. То есть очень многих можно было бы здесь еще вспомнить. Все четыре этих корифея в московской консерватории неизменно садились в комиссию, приемную комиссию. И это тоже был большой пример для подражания и нынешней профессуре. То есть вот эта селекция будущих музыкантов, которые принимает Московская консерватория, происходила на таком высочайшем уровне. Фактически на уровне того же конкурса Чайковского, поскольку все эти четыре профессора неизменно были в жюри конкурса Чайковского, а также и целого ряда других конкурсов. И вот сегодня мы услышим этот концерт. Несколько слов о каждом, поскольку представлять ни Спивакова, ни Башмета не нужно. Это великие музыканты, народные артисты Советского Союза, еще и стойкагорты. Важно сказать, что на самом деле это личности. И Владимир Спиваков человек глубочайшей культуры, духовности. Не случайно, что его судьба, естественно, преодолела рамки основной профессии. Он стал дирижером, основателем камерного оркестра «Виртуоза Москвы», симфонического оркестра. И именно в сопровождении этого оркестра, созданного в те годы, «Виртуоза Москвы», сегодня вы услышите исполнение Моцарта. Очень важно, что деятельность Спивакова также простирается за грани его непосредственных обязательств, можно сказать, перед музыкальным миром и благотворительная деятельность. То, что он делает для детей, его фонд, это совершенно замечательное включение в жизнь именно российской музыкальной культуры. И в этом также его большая заслуга. Юрий Башмет – это совершенно уникальный музыкант, который поднял исполнительство на Альте на небывалую до него высоту. Мы все привыкли к тому, что Альт – это ансамблист, инструмент камерного ансамбля или оркестровый инструмент. А репертуар для Альта существует, но он достаточно ограничен. И поэтому то, что сделал Юрий Башмет, прежде всего было направлено на расширение этого репертуара. Очень много музыки было написано композиторами, его современниками, специально для него посвящены ему и исполнены им на премьере этих сочинений. Ну, наверное, опять же, вот это преодоление границ репертуара и побудило так же, как это было у Владимира Спивакова, Юрия Башмета, создать свой собственный камерный оркестр и симфонический оркестр. Поэтому вот эти судьбы действительно очень похожи, очень переплетаются. И сегодня мы увидим их в этом дуэте. Приятно говорить о традициях в связи с такими великими музыкантами, нашими современниками, потому что действительно продолжение традиции дало этот новый взлет. И сам Башмет – это ученик Федора Серамфеевича Дружинина, замечательного мастера, также мастера камерного исполнительства. И работал он также в содружестве со своими коллегами – это Вадим Борисовский и Евгений Страхов. Вот такое трио профессора Московской консерватории, собственно говоря, было средой обитания поколения Юрия Абрамовича Башмета. А теперь, после всех заслуг, после побед, он победил на знаменитом конкурсе в Мюнхене, главный конкурс альтистов в мире. И после этого, естественно, вся его концертная карьера оказалась не помехой для того, чтобы он пришел в консерваторию уже как продолжатель дела своего учителя и создал собственную кафедру. Вот сегодня кафедра альта Юрия Башмета – это мощнейший притягательный стимул для того, чтобы к нему стекались лучшие воспитанники школ, училищ. И действительно, вот у нас недавно завершились приемные экзамены, и мы порадовались, какие замечательные музыканты влились в студенческую среду и придут в руки Юрия Башмета и его ассистентов. Башмет играл концертную симфонию с самыми разными партнерами. В эти же дни, когда мы смотрим эту передачу, он исполнит концертную симфонию с Виктором Третьяковым, и тоже уже далеко не в первый раз. А мне сейчас приходит на память совершенно пронзительное исполнение концертной симфонии Моцарта, где Башмет играл на сцене Большого зала консерватории вместе с Олегом Каганом. Это было прощание Кагана с музыкальным миром, потому что он был неизлечимо болен, и исполнение этого сочинения приносило ему физические страдания. Но тем не менее, это был подвиг музыканта, и очень хорошо помню этот ком в горле, который был у всех, кто находился в это время в концертном зале. А вот это сегодняшнее исполнение, это совершенно другое прочтение этого замечательного произведения Моцарта. Прочтение с ароматом молодости, ароматом любования возможностями вот такого сотрудничества. Обратите внимание, там будет одно место, где Башмет и Спиваков просто играют трель. Они играют трель в таком синхронном исполнении, где видно, что они совершенно замечательно чувствуют друг друга. В этом, кстати, еще и свидетельство вот этого класса камерного ансамбля, потому что вот этому как раз учили в Московской консерватории в классе камерного ансамбля, где каждый из них прошел очень большую школу. И поэтому вот аромат этого выступления, конечно, безусловно, настраивает нас на улыбку, на радость общения с этими великими музыкантами в пору их молодости. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ Государственный квартет имени Бородина исполняют фортепианный квинтет Дмитрия Шостаковича. Запись 2000 года. В среду на телеканале «Культура».